Привет, ульки мои, красотульки-лапульки! Сегодняшнее видео у нас посвящено марке Vivienne Sabo. Я хотела включить в это видео и другие продукты, но Vivienne Sabo так много, что давайте застрим внимание именно на этой марке. Итак, мне пришла креативная рассылка, очень красивая. Здесь у меня коробка с очень интересными продуктами. Во-первых, здесь у нас новые палетки теней. Их четыре штуки. Также мне положили очень красивый кулон. Вот такой интересный камень на цепочке. Очень красивое украшение. А также можно погадать на картах Таро. Целая колода карт. И в каждой палетке шла своя карточка с красивыми женщинами. Les Planets. Очень симпатичные оттенки, особенно если вы хотите разнообразных макияжей. Цвета на любой вкус, абсолютно, и под любую внешность. Но особенно зеленоглазком, таким как я, подойдет именно эта палетка. Палетка Амулет. Она подойдет девчонкам, кто любит коричневые и золотые оттенки. Палетка Ля Кристалл. Это у нас такая палетка яркая. Можно ставить какие-то акценты. И подойдет эта палеточка молодым девчонкам, которые смелые, не боятся делать какие-то креативные макияжи. И палетка Сюрна Тураль. Как видите, она серо-розовые такие тона. Холодные. Холодная такая палетка. Красивая. Можно тоже создавать как дневные, так и вечерние макияжи. И сегодня, наверное, я выберу какую-то одну из палеток. А также у нас будет макияж бровей и глаз с моими любимыми продуктами. У меня три подводки Vivienne Sabo Cabaret. Одна из них уже отправляется в мусорницу, потому что она закончилась. Подводки Cabaret Vivienne Sabo не отпечатываются на новейшем веке и держатся целый день. И попробуйте еще сотрить ее. Мой любимый карандаш Micro Pencil в 0,4 оттенке, который подойдет любой брюнетке. Потому что там холодный подтон, очень красивый карандаш. И моя любимая тушь от Vivienne Sabo Cabaret Premier. На самом деле, из всех палеток мне больше всего импонирует. Ну, это прям моя любимница. Я уже делала с ней макияжи. Вообще, я делала со всеми макияжи. И мне очень нравится цветовая палитра именно в палетке, которая называется Les Planets. Девушка здесь очень красивая, и макияж у нее просто завораживающий. И самое интересное, что в этих палетках есть оттенки матовые, сатиновые, металлические. И даже такие тени, которые похожи на глиттер. Ими очень классно ставить акценты, особенно на серединке подвижного века. Когда я в своей жизни открыла для себя карандаш от Vivienne Sabo, это единственный, ну, не единственный, конечно, но единственный из микропенсилов продукт для бровей, который у меня заканчивается полностью. Это у меня пустая баночка. И карандашик в 0,4 оттенке у меня всегда есть в запасе. Почему? Потому что даже если у вас супер лысые брови, вообще их нет, они супер светлые, и вам нужно дорисовать волоски, этим карандашом вы это сделаете. Вы можете нарисовать себе абсолютно любые брови, которые вы только хотите. Хотите изогнутые, хотите прямые, какие угодно. Сделать тонкий-тонкий кончик, и он прекрасно вычесывается, закрашивает и кожу, и волоски. И если вы хотите идеальный макияж бровей, то этот карандаш как раз именно то, что вы искали. У него супер тонкий грифель и 0,4 оттенок. Это идеальный оттенок для брюнеток с абсолютно любым подтоном волос. Потому что он подходит абсолютно всем. Оформлять им брови одно удовольствие. Я сначала прорисовываю форму аккуратными штриховыми движениями, причем я чуть-чуть дотрагиваюсь. Он прекрасно рисует на подготовленной и не на подготовленной коже. Потом начинаю заполнять вот такими штриховыми движениями. И даже если у вас нет брови, вы нарисуете такие тоненькие волосочки. Вы только посмотрите, как тоненько он рисует. И если вам нужно вычесать ненужный продукт, если вам нужно вычесать ненужное количество, со второй стороны есть очень удобная щетка, при помощи которой можно легко все это вычесать. И будет равномерный цвет. Он ложится ровным слоем. Нет проплешин вообще. И получается эффект такой, знаете, пудровой растушевки. Очень натурально смотрится. Не видно продукта, то есть вот этих комолочков от некоторых карандашей. Я просто его обожаю за то, что он идеальный. Особенно в своей ценовой категории. Поскольку макияжа другими палетками у нас пока не будет, я вам покажу свотчи. Меня очень порадовали их. Во-первых, пигментация и подбор оттенков. Первая у нас палетка называется Сюнатурель. И обратите внимание на пигментацию. Вот тот оттенок, который как глиттер. Очень красивый. Оттенки все плотные. Особенно темные и шиммерные оттенки. Они плотные и хорошо наносятся. Они хорошо тушуются. Светлые оттенки менее пигментированные. Ну, мне кажется, это во всех палетках Vivienne Sabot такая проблема. Но ими очень хорошо растушевывать другие оттенки. И делать их как подложку. Но сами оттенки прекрасные. Особенно темные оттенки меня порадовали своей пигментацией. Это достойный кандидат в косметичку, если вы хотите и ежедневные, и вечерние, и праздничные макияжи. Все эти оттенки я положила на обычный консилер. И они легли просто идеально. Палетка Амулет у нас в таких коричнево-красных и золотых оттенках. Ну, здесь присутствуют и серые. И, как я уже говорила, светлые оттенки не очень пигментированные, но ими очень хорошо растушевываются остальные оттенки. Шиммерные все оттенки прекрасной пигментации. И они очень красивые. И хорошо подобранные оттенки для того, чтобы делать различные макияжи. Палетка прям ом-нум-нум-нум. И, девчули, ни в коем случае не расценивайте эти палетки как профессиональные палетки, потому что они рассчитаны на обычных нас, девочек, которые красятся каждый день. Это бюджетные палетки, которые включают в себя целых 12 оттенков. И можно купить их в Магнит Косметик в любом интернет-магазине. В интернет-магазине Vivienne Sabo везде представлена эта косметика. И делать макияжи этими палетками будет легко, потому что у них есть и средняя пигментация. То есть вы не наставите себе пятен, вы хорошо их растушуете. Тушуются они прекрасно. Поэтому не расценивайте их именно как профтени. Это обычные тени для повседневного макияжа. Что касается палетки Crystal, то здесь есть... Ой, я уже тыкнула. Здесь есть оттенки, которые очень слабо пигментированные, но есть такие. Вы только посмотрите на эти глиттерные оттенки. Крутые, просто невероятные. И вот эти яркие, голубой, розовый и какой-то еще синий. Очень хорошо пигментированный. Все вот эти оттенки шиммерные, они тоже неплохие. Кроме вот этого зеленого. Он вообще никакой, если честно. И, ну, я пыталась его наслаивать, но у меня не получилось. Хотя в палетке он довольно яркий. И сама палетка довольно яркая. Но, если честно, 80% мне очень понравилось. Особенно вот эти три. Ну и герой сегодняшнего видео это палетка Les Planets с очень красивыми оттенками. Я думаю, что она будет точно моей любимицей. И в этой палетке просто невероятные вот эти глиттерные оттенки. Они просто невероятные. И что касается даже матовых светлых оттенков, вот этот оттенок, либо вот этот оттенок, они хорошо пигментированы. Порадовал очень сильно черный цвет, потому что он действительно черный. Его можно накладывать и в сухом виде, и мокрые стрелки делать. Все остальные оттенки просто великолепные. И что мне еще понравилось, они не пылючие. Вот только гляньте, какая красота и как это все переливается. Что касается подготовки века, я возьму обычный консилер от Makeup Revolution и нанесу его и растушую. На него, кстати, очень классно все ложится. Он хорошо распределяется, не дает вот этой складки, особенно на новейшем веке, хорошо фиксируется и дает остальным оттенкам яркость ту, которая должна быть. Про нижнее веко тоже не забываем, потому что когда мы красимся, и многие оформляют нижнее веко, многие не оформляют, но те, кто оформляют, очень часто заметно, насколько разные по интенсивности оттенки на нижнем и на верхнем веке, потому что про нижнее веко почему-то все забывают или боятся, что образуются складки, но благодаря тому, что мы накладываем туда тени, складки не образуются, и все красиво. Причем вот эти оттенки глиттерные, которые здесь есть, очень красивые. Девочки, вы даже не представляете, насколько они красивые. Они мне напоминают жидкие глиттеры от разных компаний, и их можно брать мокрой кистью и фиксировать. Можно фиксировать на клей для блесток, это будет вообще просто бомба. Если вы хотите какой-то праздничный макияж, свадебный макияж, во! Светлый оттенок, он немножко с розовым потоном, я наношу под бровь. Причем наносится все прекрасно, тушуется тоже. Я думала, они будут пятнить, честно скажу, думала, будут пятнить, потому что некоторые оттенки в других палетках, ранее выпущенных Vivienne Sabo, они имели такое свойство. Поставил оттенок, пытаешься растушевать, и он не тушуется, какой бы кистью ты не пробовал, какую бы подложку ты не взял. Ну, что-то не так. Либо нужно накладывать очень-очень... чуть-чуть прям. Прям вот прям на конце кисточки. И потихоньку растушевывать. Но это занимает много времени, и не каждая хочет танца с бубнами. Слава богу, здесь, в этих палетках, во всех нет такой проблемы. То есть ты поставил оттенок, и начинаешь его тушевать, и он тушуется просто идеально. Может быть, они рассмотрели... Возьму вот этот оттеночек в среднем, в нижнем ряду. Может быть, они пересмотрели и улучшили качество палеток. И теперь не нужно особо париться. Наношу на все подвижное веко, за складку. Этот оттенок у меня будет как подложка под основной макияж. Я прибегаю к этому всегда. Почему? Потому что так тени тушуются, остальные оттенки лучше. Оттенок очень красивый, и можно сделать вот легкий макияж одним этим оттенком. Считайте, практически как смоки. Завожу сюда в кошечку. Некоторые пишут, почему ты всегда выводишь в кошечку? Потому что у меня глаза миндали видны, и если я сделаю круглый макияж, у меня глазки в кочку соберутся, и будет некрасиво. А я хочу все это дело вытянуть. Также этот оттенок я наношу на все нижнее веко, причем не тоненькой линии, а прям так хорошо его наношу. В общем-то, вот можно стрелку нарисовать, ресницы, и уже красивая. И за счет того, что они хорошо себя ведут, макияж, временно макияж, не так уж и много нужно. Сделать сегодня макияж посложнее, будем использовать много оттенков. Дальше беру вот этот оттенок, он такой, знаете, кофе с молоком. И уходит чуть-чуть в холодный фиолетовый потон, но тут вся палетка, в общем-то, чуть-чуть уходит в фиолетовый, розовый. Набираю на кисть. Как видите, ничего не пылит, ничего не летит. Я могу спокойно набирать тени, и с ними ничего не случится. И начинаю потихонечку в складочку складывать этот цвет от начала складки в уголке внутреннем. Опять вывожу в кошечку. Все тушуется просто вообще великолепно. Ничего не пятнит. Вот так можно стрелочки нарисовать и уже идти. Ну а теперь интересные танцы с бубнами. Начинаются так. Возьму вот этот красный шиммерный оттенок, нанесу его в уголочек на подвижное веко. И начинаю такими движениями похлопывающими наносить и растушевывать до складки. Главное не перебарщивать. Как видите, ложится хорошо. Все прекрасно. Тушуем до серединки. Далее беру коричневый матовый оттенок и наношу на уголок внешний. Причем этот оттенок, он такой, знаете, коричнево-фиолетовый. И поскольку он темный и очень-очень-очень пигментированный, вот он, я его буду наносить с осторожностью. Аккуратно точечку так ставлю и начинаю его втушевывать. Втушевывать и, как обычно, выводить. На серединку подвижного века я нанесу тот самый глиттерный оттенок. Его нужно набирать аккуратно, потому что блестки немного сыпучие. Поэтому, когда набираем, чуть стряхиваем. Только посмотрите, как это красиво. И ложится сразу. Этот глиттер полюбят абсолютно все. Его, кстати, можно наслаивать и накладывать не только кистью, но и пальчиком. Пальчиком получается вообще прям очень интенсивно. Чуть-чуть потушую оттенком темным, потому что мне надо плавный переход. Прогуляемся по нижнему веку. Я возьму фиолетовый оттенок шиммерный и нанесу его на все-все нижнее веко. Набирается он тоже очень хорошо. И тушуется тоже. Потихонечку набираю. Почему? Потому что блесточки там довольно крупные есть. Они могут осыпаться. Так аккуратненько тушую. Растушевываю этот оттенок. Как я уже говорила, зеленоглазки очень оценят эту палетку, потому что эти оттенки подчеркнут цвет зеленых глаз. Маленькую точечку во внутренний угол глаза я поставлю вот этим оттенком. Он такой цвет шампанского. Аккуратненько откроем веки. Я не могу пропустить черный оттенок. Возьму тоненькую кисточку и пройдусь чуть-чуть в уголке глаза во внешнем. Набирается просто бомба, девочки. Оп. Вообще. Он у нас идет немножко с шиммером. И добавляю его аккуратненько во внешний уголочек. Маленькой кисточкой. Почему? Потому что потом я просто возьму и растушую. Небольшой кистью. Можно сразу большой кисточкой набрать его. Он немножко сыпется. Поэтому... Потому что натуральная кисть. Потому что у него чуть-чуть границы. Чуть-чуть совсем. Ну что? Осталось только стрелки и ресницы. Подводка. Одна из моих самых любимых. Если бы они еще туда бы добавили не аппликатор, который у них здесь, а кисть, это была бы просто идеальная подводка для меня. Почему? Потому что я кисточки просто люблю больше. Но это не мешает мне пользоваться этой подводкой. Она такая прям интенсивная. И можно нарисовать очень-очень-очень тоненькую стрелочку. Хорошо оформить кончик. Не сделать его тупым, а наоборот очень острым. И что? Она не отпечатывается на нависшем веке. Все круто. И если вы ищете бюджетную какую-то классную подводку, то она прям вам подойдет. Итак, я рисую стрелку, как обычно. Начинаю... Если вы не знаете, как рисовать стрелки, у меня есть на канале видео. Итак, начинаю от уголка глаза, иду к виску. Потом вдоль ресничного края соединяю. А потом отсюда, до кончика, веду еще одну линию чуть выше. Вот так. И закрашиваю пространство. И стрелочка. Готово. Кто из вас не знает, культовую, просто культовую тушь от Vivienne Sabo Cabaret Premier. И она моя одна из самых любимых. У меня их вообще три. Три любимых туши, которыми я с удовольствием пользуюсь, в зависимости от того, какие на мне ресницы. Сейчас у меня ресницы натуральные, мои собственные, без нарощенных. И я всегда беру Cabaret Premier. Почему? Потому что у нее силиконовая щетка. У нее такая удобная щеточка для того, чтобы прокрасить, накрасить и завить реснички, что просто нельзя было придумать лучше. Это самая удобная щетка. Эта тушь не осыпается. Если только вы не купили где-нибудь паленку какую-нибудь, тушь Cabaret не осыпается. Потом, что она? Нормально не течет. Она делает ресницы густые, красивые, завитые, объемные, длинные. Она делает все. То есть, эта тушь делает абсолютно все. Пока у меня нет наручных ресниц. Мне же нужны ресницы, поэтому я их крашу своей любимой тушью. Причем с первого слоя можно добиться сразу просто вау-результата. И за что я люблю эту щетку? За то, что ей удобнее всего прокрашивать нижние ресницы. Я никогда себе не вымазываю именно этой щеткой. И могу подлезть даже в самый-самый-самый уголочек глаза. Причем эта тушь не жидкая. Она не сухая. Она идеальной консистенции. Она идеально ложится. Не создает... Ну, конечно, если четыре слоя намазать, можно и паучьи лапки получить. Но у меня еще ни разу не возникло проблем с этой тушью. Макияж глаз у меня закончен. И это получилось очень красиво. Это получилось празднично, необычно и в то же время завораживающе. Но я же сегодня все-таки... Кто? Гадалка! Можно, кстати, таким образом тушь подсушить. Итак. Интересно, что меня ждет сегодня? Этот период? Нелишенный своей прелести. Тут есть и флирт, и игра, и неплохие перспективы на работу. Надо еще один видос снять. Ну, а что же ждет вас, мои дорогие девчули? Полоса неудач прошла. Пора смотреть в будущее. Так что смотрим накрашенными красивыми глазами. И этот макияж надо закончить какой-нибудь красивой розовой помадой. У меня есть красивая помада от Vimensa Boa. Вот такая, в 0,5 оттенке. Называется она Merci. И у нее как раз-таки тот идеальный оттенок под мой макияж. Ну вот. Красота. Что касается всех палеток Vimensa Boa, отозначено вам нужно попробовать. Особенно три базовые. Особенно три вот эти палетки, которые подходят для ежедневных и праздничных макияжей. Палетка, которая у нас называется Crystal. Для Crystal. Она, конечно, для любителей и для девчонок, которые любят ставить какие-то яркие акценты. Например, голубые или розовые. Но вот эти три, они мне реально очень понравились. Достойные тени. Как видите, и пигментация, и тушевка, все просто прекрасно. Их глиттерные оттенки просто великолепные. И если их еще положить на какую-то мокрую базу, то получится вот такой эффект. Не знаю, удалось ли мне воплотить эту ведьму в жизнь. Но я тоже неплохая красивая ведьма. Так что, получилась вот такая красота. С удовольствием буду сегодня ходить с этим макияжем везде, где только можно. Магазины, улицы, дома тоже посидеть будет неплохо полюбоваться. И очень рекомендую вам сходить в любой магазин, где продается косметика Vivienne Sabo. И потыкать, посмотреть, оценить, прицениться. Стоит ли вам покупать какую-то из этих палеток. Ну и, конечно же, тушить Vivienne Sabo, подводка и карандаш для бровей. Это просто моя косметичка. Ну, а вы, конечно же, не забудьте поставить, пожалуйста, пальчик вверх этому видео. Чтобы вы все меня видели. И поможете мне продвинуть это видео выше, чтобы больше людей его увидело. Конечно же, напишите в комментариях, что вам понравилось, какая палетка понравилась больше. А я надеюсь, это видео было для вас интересным и супер полезным. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok